Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн расклад по вариантам, а тема будет такая. Встречу ли я свою половинку? Встречу ли я мужчину, с кем у меня будут серьезные отношения? С кем, может быть, я вступлю в брак? Понимаете, этот расклад будет полезен тем, кто одинок, кто не может встретить свою любовь. Кто, может быть, уже устал от постоянных непонятных отношений с мужчиной, и нет никакого просвета, нет никакого постоянства, и вы понять ничего не можете. Вы с ним, вы без него. Давайте посмотрим. Сейчас будет, скорее всего, сейчас будет... Здесь очень сильные женщины сейчас будут в этих раскладах. Женщины красивые, сексуальные, умные, хозяйственные, но несчастные. Это я уже это увидела. Сейчас будет четыре варианта. Да, я думаю, что четыре варианта я сделаю. Вам нужно будет всего лишь выбрать один вариант, и мы будем смотреть, что вам нужно сделать, как поступить, чтобы встретить свою любовь. Так, первая карта, что нужно сделать, чтобы встретить свою любовь. Вторая, третья и четвертая. Вот выбирайте чисто интуитивно. Так, ровненько. Думаю, что ровненько. Выбирайте чисто интуитивно одну карту. Загадывайте, и будем смотреть, что вам нужно сделать, чтобы встретить свою любовь. Что-то у меня как-то... Нет, что-то неправильно. Все. Все. Так, выбрали, загадали? Итак, смотрим, кто загадал цифру номер один, да? Что вам нужно сделать? Так. Вы очень много времени посвящаете своей работе, своему бизнесу, своим делам, заработку денег. Вы полностью переключились на работу, и на личную жизнь у вас практически нету времени вообще, потому что вы вся ушли вот в заработок. Я должна заработать, я дал... Потому что если я не буду зарабатывать денег, никто не будет, то есть некому будет кормить моих детей, да? Если я не буду зарабатывать денег, я не смогу купить себе там машину, квартиру, помогать своим родителям, близким и так далее, да? Здесь все исходит от вас. Вы даже где-то задумываете, вообще нужен мне мужчина? Придет какой-нибудь, я не знаю, там, да, халявщик, и что? И что? Мне это не нужно. Просто, возможно, в вашем окружении есть мужчины. Ну, хорошего нету, понимаете? Хорошего нету. А козел вам не нужен. Вы хотите, если вы ходите замуж, то хорошего. За хорошим. Так, смотрим. Что вам нужно сделать, чтобы встретить одного единственного, за которым, например, выйдете замуж или будете жить вместе, как пара? Ну, я вам скажу точно. Вам нужно выйти из этих иллюзий, которые вы себе в голове понастроили там. Что вы там надумали себе? Принца, короля, кого вы хотите? За границей, да? Там у вас очень много фантазий, иллюзий, а реальности нету. И еще. Возле вас достаточно много вьется мужчин. Это общий расклад, 50% так и отыграется, что возле вас, возле некоторых женщин, да, вьется очень много мужчин. И они, в принципе, по своей сути, идут как любовники. И вы не из тех мужчин выбираете. Мужчина-любовник, это не мужчина-муж будущий. Он останется всегда в рангах любовника, потому что этого устраивает. Мужчина четко для себя определяется, что он хочет любовником или он хочет жениться. Эта женщина себе понастроит планов из любовника, делая мужа. Девочки, здесь 50% так отыграется, что мужчины, которые возле вас, они практически идут как любовники. Им кроме секса от вас больше ничего и не нужно. То есть, чтобы понятно было, да, вы не из тех мужчин выбираете. И еще половина, скорее всего, просто находится в иллюзиях. Мужчины, которые возле вас, они не готовы с вами строить серьезные отношения. Не готовы. Еще что вам... Просто здесь нужно выйти из фантазии своих. Снимите розовые очки, да, опуститесь на землю и реально смотрите на жизнь. Что вам нужно сделать, чтобы встретить свою половинку? Да, здесь нужно, вы понимаете, здесь нужно поставить для себя точку какую-то. Здесь нужна вам ваша определенность, что я хочу. Все-таки я хочу как любовника мужчину иметь или я все-таки в брак хочу пойти. Вам нужно определиться и не бойтесь спорить, не бойтесь отстаивать свои позиции, не бойтесь говорить свои желания, что я хочу замуж, милый. Тебе только секс нужен, а я хочу замуж. То есть не надо, и не надо молчать, ой, ну может быть у нас только пока через секс начнется, а через сто лет у нас уже брак появится. Девочки, ну не появится у вас через какое-то время там брак. Если мужчина с вами уже изначально через секс, значит ему только это и надо. Но не надо быть в иллюзиях. Я же поэтому говорю, снимите уже розовые очки. Еще, еще. Да, здесь нужна вам определенность. Вот у вас есть мужчина, но вы как-то боитесь точку поставить. Вы с ним тянете, тянете, надеетесь, что он женится. Да не женится он. Я вам уже по общему раскладу говорю, что он не женится. Поэтому определитесь, поставьте точку, идите вперед и быстрее найдите мужика. Только не надо 2-4 часа в сутки зарабатывать деньги и работать. Да, работа это не волк в лес не убежит. И все деньги мира в любом случае ты никогда не заработаешь. Надо о себе, о душе тоже подумать. О своей личной жизни нужно тоже подумать. Когда вы собираетесь ее устраивать? 80 лет что ли? Когда дом, машина, квартира у вас все будет. А 80 лет вы никому не нужны будете. Личную жизнь надо устраивать, когда ты молодая. Когда ты еще красивая и можешь кому-то нравиться. Когда ты еще сексуальна. Когда у тебя женские, да, вот эти вот. Ну ладно, хорошо. А то я сейчас уйду опять в дебри. Так, дальше. Что? Что еще? Да, вам нужен мужчина. Вот смотрите. Вот карты, как мозаика складывается очень четко и конкретно. Вам показывают здесь, что вам нужен мужчина, настоящий хозяин своей судьбы. Настоящий муж с большой буквы. Не любовничек, молоденький зайчик, а мужчина, взрослый. Я не знаю, может быть вы не любите взрослых мужчин. Надо это пересмотреть. Есть мужчины, которые в возрасте, да. Но они выглядят потрясающе. В них такая молодая энергия. Вы знаете, я консультации веду каждый день. Я таких мужчин просматриваю. Вау. И есть мужчины, которым по 60, чуть ли не по 70 лет, а в них столько задора. Ух, с ними позажигать бы и на диско, и, я не знаю, и посмеяться, и хорошо провести время. Это потрясающие мужчины. Найдите себе мужчину, пусть он будет взрослый. Не надо 70 лет. Немножко старше вас, но в нем будет молодая энергия, задора, силы, мощи. У мужчины в голове планы реализации. Он хочет жить. Жить. Не надо старика находить, который жить не хочет уже. Который устал от жизни, лишь бы его не трогали. И по утрам ему кашку только варили. А для желудка полезную. Не надо. Найдите мужчину, который будет для вас хозяином. Твердо стоящий на ногах, уверенный в себе, у которого уже жизнь складывается так, как он хочет. У него там, я не знаю, есть прекрасная работа, потрясающая профессия, которую он любит. У него есть деньги. У него есть какая-то недвижимость. Там машина, квартира, дача, земля. Да. То есть мужчина уверенный в себе и твердо стоит на ногах. Потому что вы по своей сути, дорогая моя, такая же. Чего же вы все мальчиков-то ищите, любовничков. Найдите себе такого же, как вы. А пока вы будете вот себя тратить вот на шушеру какую-то, на мелочь пузатую. Вот такого мужчину, который вам должен прийти в вашу жизнь. Вы можете его пропустить. Вы понимаете? Вы, конечно, меня простите. Я как-то здесь, может быть, где-то еще по-французски выражаюсь. Но я хочу, чтобы вы меня поняли, о чем я хочу сказать. Понятно, да? Все. Здесь все зависит от вас. Вам идет по жизни, мужчина, этот король Пентакли. Только увидьте его. Увидьте его. Дальше. Кто загадал цифру номер два. Так. Но я бы сказала, что вы такой человек коммуникабельный, общительный, помогающий. Если вас просят о помощи, помогайте. И сами просите о помощи. Не надо все думать, что не, не, я сама справлюсь, мне никто не нужен. Я все сама, все сама, всю жизнь на себе, все про, про, сама вперед, как вол. Ничего страшного. Нет. Вы женщина. Вы не робот. Не надо стесняться. Мужчины вообще, в принципе, любят, когда женщина к ним обращается за помощью. Я говорю вам серьезно. Когда просто подходит, говорит, ой, извините, пожалуйста, там у меня машина заглохла. Смотрите, он, да, вылезет, конечно, и придет, твою машину починит. Еще надо, если надо, довезете. Мужчины любят всегда, когда женщина к ним обращается за какой-то поддержкой, за помощью. Им приятно, понимаете, приятно. Не стесняйтесь спросить. Еще, что вам нужно сделать, чтобы встретить хорошего мужчину в своей жизни? Избавьтесь от страхов. От страхов, от фобий. Для вас, мужчина, это что-то кошмарное, что-то ужасное. Это говорит о вас прошлый опыт, плохих, ужасных отношений. Это отпечаток от прошлого, да, в вашей жизни. Вот этот страх несется. Кто у вас там в прошлом был? Деспот. Руку на вас поднимал, обманывал, манипулировал. Кто там был в прошлом? Что до сих пор вы как будто, как, знаете, как держите вот эту дистанцию с мужчинами. Не-не, не-не, нет, они все козлы. Они все обманщики. Не-не-не, я не хочу. Вам нужно это пересмотреть. Хороших мужчин очень много. Очень много. Просто не надо закрываться. Не надо. Вот этот прошлый опыт. Сделайте, вынесите какой-то урок для себя. Закройте дверь и все, идите вперед. Просто научитесь в мужчинах разбираться. Ну, почитайте психологии. Такой мужчина, да. С чем его едят вообще? Кто такой? Вот как с ним обращаться, с этим мужчиной? Еще что вам нужно сделать? Вы сами как мужчина уже просто. Вы сами уже как мужчина. Девочки. Вот кто загадал вторую позицию? Вы вообще не хотите. Я не знаю здесь, что делать. Вам хороший психолог нужен. Вот кто загадал вторую позицию? Здесь 50% женщин, которые вообще не хотят мужчин. Они для себя четко определились, что мужчина это зло. Типа, если мне нужно, если мужчину нужно один на два, я его найду. А жить вместе с мужчиной, выходить замуж? Нет. Никогда. Не-не-не-не-не-не. Ни за что. Вот здесь это проигрывается. И еще проигрывается то, что неприятный опыт, плохой опыт прошлых отношений. Может быть, вы были в браке. Может быть, вы просто с кем-то жили. И там такой у вас партнер был кошмарный просто. Что вы уже расстались, но вы боитесь до сих пор с кем-то построить отношения. До сих пор. У вас ужасом просто, ужасом, что я вместе буду жить. Я в брак пойду? В ЗАГС? Да не знаю, я лучше застрелюсь. Я съем свой паспорт перед ЗАГСом, понимаете? Поэтому вы сами уже как мужчина стали. Уже, знаете. Идем дальше. Тяжело. Мне прям тяжело здесь. Здесь такая женщина для себя уже определившаяся. С болью в сердце. Я вас прекрасно понимаю, почему вы такие. Ну, у вас это боль. Внутренняя боль. Вам нужен хороший психолог. Я говорю серьезно. Кто загадал двоечку? Девочки, найдите хорошего психолога. Вам он нужен. Так. Дальше. Продолжаем. Что вам еще нужно сделать, чтобы найти хорошего мужчину? Да. 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 Нет. Ну, здесь нужен психолог. Здесь нужен психолог. Вас психолог должен немножко, знаете, как бы расслабить, что ли. Ну, как-то провести какую-то работу. Я не знаю. Это работа мозга. Это работа вашей головы. Ваших мыслей. Ваших желаний. Того, что было и того, что вы хотите. Потому что по-другому никак. Вам нужно расслабиться. Вы. Нет ощущения, что вы уже давно без секса, давно без мужчины. А вам так хочется романтики. Вам так хочется расслабиться. Вам так хочется почувствовать себя мягкой женщиной. Пушистой, нежной, ласковой. А вы себе этого не позволяете. Потому что почему-то, да, мужчина, как будто для вас это как враг. Как зло. Как ужас какой-то. А, да. Да. Да, но это как карма. Карма прошлого. Надо отработать, закрыть дверь, идти вперед. А вы его тянете. Вы постоянно прошлое почему-то вспоминаете. Но не вспоминайте, что там 10 лет назад вы там, вы жили с этим Васей, да. Ну, вот, ну, пил он, гулял он там. Я не знаю, что он там еще делал. Все, Вася ушел. Вы этого Васю отработали. Все, вы расстались. Забудьте про него. Почему вы постоянно в голове периодически это прокручиваете. Вот как мы жили. Вот он, паразит, гулял, изменял. Ну, все, забудьте уже. Изменял вы, да, Бог с ним уже, да, он будет перед Господом Богом отчитываться. Почему он вам изменял? А вам дальше жить нужно. Да, вот видите, вот я говорю и карту вытаскиваю. Карта колесницы. Девочки, если вам неприятно, да, до сих пор, и вы не можете отпустить, поменяйте квартиру, где вы с этим Васей жили. Поменяйте белье, на котором вы с ним спали. Я не знаю, выкиньте все вещи этого Васи до сих пор, что он там вам дарил. Слоненков там каких-то, я не знаю, там, чебурашек. Выкиньте, чертовой мать, отдайте кому детям там в детский сад, пусть играются эти в мягкие игрушки. Что он вам подарил, что в памяти осталось, избавьтесь от этого. Поменяйте квартиру, купите другую квартиру в другом районе, чтобы от Васи уже там ничего духу не осталось. Или же поменяйте страну, поменяйте город в принципе. Переезжайте куда-нибудь, я не знаю, переезжайте в красивый, в красивый солнечный город. Краснодар, Сочи, где солнце, море, где столько отдыхающих, где мужчины приезжают, понимаете, летом. Почему нет? В Сочи приезжают все. Слушайте, есть вариант познакомиться с мужчиной. Ну, как-то ну сами, ну девочки, ну вам нужно из болота этого выходить, в котором вы находитесь. А то так вообще кошмар, это кошмар. Вы что, хотите на старости лет одни остаться? Без детей, без никого, это хорошо, если у вас еще дети есть. Я вас поздравляю, это потрясающе, если у вас есть дети. А если нет? Девочки, а если нет? Вы что хотите? Под 80 лет одна? Ну зачем, кому это нужно? Одиночество всю жизнь. Меняйтесь, меняйтесь. Я вам говорю, 100%. Все. Забудьте вот этих прошлых мужиков. Петь, Вась, кто у вас там был этих уродов? Забудьте моральных, забудьте их. Идите вперед, переезжайте, действуйте, двигайтесь. Дайте себе команду, знаете, в своей мысли. Все, мое прошлое, туда дверь закрыта. И я хочу быть счастливой. Я хочу как женщина быть счастливой, состояться как мать, как жена. И у меня это будет, и меня никто это не остановит. Ни Петя, ни Вася, ни хрен знает кто. Вот и все. Идем дальше. Третья позиция. Ой, девочки, а вам здесь, здесь вариант, знаете, какой сейчас будет? Или вы уже замужем? Замужем. Единственный супруг по судьбе. Живете вы плохо или нет, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но вам мужчина уже дан по судьбе. Это для тех, кто замужем, кто в серьезных отношениях. Вам только осталось пойти в ЗАГС. Если вы уже лет 10-15 вместе, все притираетесь, да притираетесь. Потому что определитесь, уже в ЗАГС надо идти. Вам по Иерафату идет ваша судьба. Это вы уже нашли свою половинку. Если вы еще тосяк, то есть без штампа, это уже ваши проблемы. Что вы до него, до ЗАГСа дойти не можете. Это сейчас я скажу еще, если вы без мужчины, то вам судьба даст этого человека. У вас будет брак. Может быть, один единственный по судьбе. Это те, кто вообще, ни у кого нету. Ни мужа нету, ни просто серьезных отношений. Вы свободны. По мужчине идет здесь, а по судьбе. Сама высшая сила вам даст его. Вы мне сейчас скажете, Яночка, мне уже 40 лет, когда же даст. Девочки, а знаете, почему так долго тянется? А потому что вы такая умница-красавица. И вам дурак не нужен. А высшая сила сверху видит. Понимаете? И вам готовит хорошего мужчину. Поэтому он так поздно так вам идет. Он же тоже поздно созревает. В свои тоже 40 лет. Нему же тоже надо встать на ноги. Машина, квартира, деньги, зарплата. Понимаете? И он вам идет как по судьбе. Поэтому все хорошее, солнце мое, все хорошее в жизни надо ждать. Ждать. Потому что ты, как будто, знаешь, все это прорабатываешь в себе. Ты ждешь. Ты терпишь. А вот так. А легко ничего не дается в этом мире. За все ты должна расплатиться. Не только тогда тебе высшая сила даст. Вот в вашем случае так. Давайте смотрим дальше. Кто хочет здесь встретить свою любовь, да? Что вам еще нужно сделать, чтобы выйти замуж хорошо? Будьте всегда молодой. Неважно, сколько вам лет. 20 или 70. Вы должны быть всегда душой молодой. Красивой. Не стесняйтесь себя показать, я не знаю, знаете, во всей красе. Не надо стесняться ярких вещей. Если вы думаете, ой, мне уже 70 лет, куда я желтую юбку одену. Купите себе желтую юбку, оденьте. Потрясающе будете выглядеть. Потрясающе. Вы должны быть всегда ухожены. Маникюр, педикюр. Уделяйте себе время. Масочки на лицо, понимаете? Массажик сходите на массажик. Один раз в неделю. Можно тоже позволить себе счастье такое? Любите себя. Вы должны выглядеть молодо всегда. Вы должны любить себя. Еще. И вот это, знаете, внутренний, вот этот внутренний такой, как драйв. Знаете, когда наблюдаешь за девчонками 18-летними, они ха-ха-ха, хе-хе. У них вечно смех какой-то там, вот это вот задористый. Ну, вот это вот ребячество какое-то, да? Вот будьте немножко похожи на вот таких вот девчонок молодых, которых в голове ничего нету. Она вот в жизнь только в жизнь вступает, да? С детственным мозгом своим, да? Она такая, ха-ха-ха, ха-ха-ха. А вот вам нужно быть, хе-хе-хе. Вам нужно быть где-то такой молодой. Для тех, для тех, у кого уже есть семья, есть семья, что-то вы как-то сейчас подустали. А не уставайте. Все держится на вас, дорогие мои. На вас держится. Те, кто хотят семью, вы придете к семье. Да? Я вот говорю, здесь просто несколько вариантов. Это те, кто уже в браке официальном. Те, кто живут просто вместе, но не расписаны. И те, кто вообще не имеет никаких отношений. Нету мужчины рядом вообще. Здесь вам идет, кто уже в браке. Вам нужно заняться своей семьей. Уделяйте больше внимания своей семье. Да? Будьте красивы. Сделайте дом красивый. Слушайте, выкините старые шторы. Выкините всю такую, знаете, мебель, которая уже устарела. Которая уже никакая, никакущая, там уже вне моды. Выкините все. Преобразите. Сделайте ремонт свежий. Да? То есть поменяйте, чтобы он, ну опять семейная жизнь интересными красками заиграла. Те, кто в отношениях, но без ЗАГСа. Сделайте все так, чтобы мужчина сам уже после 10 лет взял вас за руку и повел вас в ЗАГС. Сделайте это, понимаете? Это в ваших силах. Вы женщина же. Все держится на женщине. Я сто раз об этом всегда говорю. Понимаете? Те, кто без отношений, вы можете прийти к семье. Только в начале, помните, я сказала про эту желтую, про желтую юбку. Да? И вот эту девичью игривость. Но будьте такой. Но что вы тоже как-то устали? Ничего не хотите? Мне ничего не интересно уже. Вот муж мне, мужа нету. Я одна. О чем мне? Для кого мне? Для себя, девочки. Для себя. Не будете себя показывать? Не будете легкой? Мужчина не появится. Мужчины любят легких, красивых, таких, знаете, непринужденных, таких ненудных, незамученных женщин. Вот мужчины таких любят. Как ни странно. Ну вот так вот, да. Потому что они не хотят женщин, которая угрюмая, страдает, плачет и говорит вечно о своей несчастной жизни. Мужчины таких не любят. Мы сейчас речь у нас идет о том, если вы хотите найти хорошую любовь, да, серьезные отношения, выйти замуж. Значит, нужно быть такой. Не хотите, да зачем вы, вообще вам отношения. Будьте в одиночестве, это будет все шикарно. Я всегда говорю, если ты хочешь быть в браке, тебе придется подстраиваться. Обязательно. Не хочешь подстраиваться, вообще не выходи замуж. Это тебе должно быть вообще противопоказано. Ну вот так. Хорошо, дальше. Хорошо, что нужно вам еще сделать, чтобы встретить свою любовь, свою половинку. Ну да, любить себя. Любить себя, поставить себя на высокий вот этот уровень, на вот этот высокий пьедестал. И чтобы, если у вас есть мужчина рядом, чтобы он к этому вашему пьедесталу поднимался так же. Чтобы вы для него были примером. Как ни странно, вы, чтобы были для него примером. Да, и он будет тянуться. Он будет реализовываться. Потому что вы как маяк, понимаете, мигаете ему постоянно. Он, как тот пароход, знает, в каком маяку ему плыть. Вот что нужно сделать. Любить своего мужчину тоже. Однозначно, если у вас есть мужчина, любить его, да. Хвалить его. Мужчина любит, когда их хвалят. Но только не так, знаете, как похвала, там, лишь бы что-то сказать ему. Нет, вот хвалите за его достоинство. Что он лучше, что он, там, я не знаю, фундамент построил для дома. Ой, он такой мужчина. Кто же может еще там построить фундамент, кроме моего Петечки? Мой Петечка самый лучший, понимаете. Первый парень на деревне. Ну, еще фундамент только у нас залил. Все. А через неделю уже и дом построит у нас, понимаете. А у него еще больше силы. О, баба мной гордится. Все, я должен за неделю уж построить дом. Понимаете. Да. Да, не зацикливайтесь только на семье. Вот кто здесь в семье? Не зацикливайтесь только на семье. Если вы без отношений, да, вы хотите мужчину. Вот то, что речь идет. Как встретить свою любовь? Не надо сидеть 2-4 часа в сутки на своей работе, зарабатывать деньги. Выходите в свет. Общайтесь, разговаривайте. Не комплексуйте себя. Вот здесь женщины зажатые. Вот здесь женщины зажатые. Стесняются себя. Стесняются себя показать. Увидеть мир как-то. Зачем? Для чего? Вот не нужно этого делать. Что нужно сделать, чтобы встретить хорошего мужчину? Отпустите, если он уже ушел. Все, точку вы поставили. Он ушел. Все, до свидания, Петя. До свидания. Чтобы мои глаза тоже не видели. Все. Я пошла своей дорогой искать другого мужика. Вот что нужно делать. Они так. Ой, Петя, не уходи. Не уходи, Христа мой, ради Бога тебя прошу. Я без тебя не могу. Не надо этого делать. Ушел и пошел, значит. Все. Да, я найду себе другого. Брутального и сексуального. И с ним буду охо-хо-хо-хо. Девочки, здесь идет мужчина. Тем, кто свободен. Вы можете встретить свою любовь. Только вот то, что я говорю. Отпустите свое прошлое. Отпустите. Если с мужчиной у вас уже 10 лет ничего не получается. Но никак ничего не получается. Не идет он в брак. Не идет он в ЗАГС. Отпустили, нашли другого. Вам другой идет. По судьбе. Вот он идет по судьбе. Я же говорила. Он идет по судьбе. Если вы уже в отношениях. И вы все-таки нашли свою любовь. Да. Вы уже в браке официальном. То я могу сказать. Вы можете по-другому просто. Ваши затухшие отношения. Беспочные отношения. Воскресить. И опять жизнь заиграет с красками. И мужчина ваш будет охо-хо. То, что я и говорю. Охо-хо-то. Да. Сексуальный, брутальный. Вот все. А те, кто свободные. Идите вперед. Не стесняйтесь. И такого найдете красавчика, как и вы. Вам судьба даст шанс. Да. Так. Что у нас? Четвертая позиция. Четвертая позиция. Что вам нужно сделать? Вам нужно заземлиться. Здесь в основном, может быть, женщины, которые ездят. Перемещаются. Не могут определиться. Понимаете. Такие какие-то пока себя реализовывают. Не готовы, может быть, к серьезным отношениям. А очень сильно хочется, но не получается. Судьба пока не дает. Поэтому здесь нужно немножко потерпеть. Вы золото. Вы над собой работаете. Вы все успеваете. Абсолютно. В вашем возрасте вы таких достижений уже добились. Да. Что можно просто аплодировать. Потерпите. Вам судьба даст хорошего мужчину. Что вам нужно делать? Да. Вы выбираете. Конечно. Дурак же вам не нужен. А хорошего пока нет. А вы хотите именно хорошего. Как вы сами. Золото, чтоб мужик был. Золото. Рукастый. Башковитый. Понимаете. Чтоб у него все ладилось. Чтоб мысли были хорошие. Думки были свежие. Еще. Да. Да. Потому что на себе все уже. Устали на себе все переть. Устали уже. Все. Вы как лошадь ломовая. Не надо поехать. Поехали. И надо притащить. Притащили. И надо еще что-то еще. Сделаю я. Конечно. Я же один в поле войн. Здесь женщина выбирает мужчин. Выбирает. С кем ей будет хорошо. Но еще могу сказать. Здесь есть все-таки. Я не знаю. Может процентов 50 женщин. Которые замуж. Замуж официальный. Не хотят. Может быть вы уже там были. И вы знаете. Что это такое. Официальный брак. И вы думаете. Ой. Не хочу. Еще раз. Ой. Лучше застрелюсь я. Или съем свой паспорт. Да. Но я замуж больше не хочу. Хватит. С меня хватит. Я теперь хочу от жизни получать удовольствие. Я хочу гулять. Развлекаться. Там. Я не знаю. Встречаться с мужчинами. Там. На субботу. Воскресенье. Да. И все. Чтобы меня больше ничего не трогал он. У меня ничего не просил. У меня работа. У меня мои дела. Я могу позволить себе только в неделю два раза. Да. Да. Здесь больше женщина хочет любви. Любви. А не брака. Ну 50%. Да. Здесь женщина хочет любви. Это 50%. Не в брак идти. А в 50% да. Хотят в брак. Серьезных отношений. Но просто с дураком идти-то не хотят. Хотят серьезного. Ой. Я представляю. Какой интересный сегодня расклад-то будет. Да. Я сейчас комментарии мне будут писать. Яночка. Правильно. Правильно. Он такой козлина. Я на него 15 лет потратила. Девочки. Вот смотрите. Вот здесь все 50% которые я вот говорю. Да. Это женщины которые хотят любовника. Да. Я честно говоря и не против. А что нет-то. Ну можно и любовника. Если вы все сами. Все сами. Зачем вам муж-то? Что-то на нерве что действовал с утра до вечера. Конечно. Лучше любовника. Я за. Я вообще никого не осуждаю. Я всегда за. Я вообще за любой киплюш. Кроме голодовки. Поэтому девочки. Также здесь еще есть женщины. У которых возможное отношение. Возможное отношение с мужчиной. Любовником. Но он. Образ у него любовника. Король чаш. Это всегда образ любовника. Этот мужчина очень редко пойдет в серьезные отношения. Очень редко. Потому что. Ну а нафига ему если он прекрасен в постели. Куда его брать в брак-то? Ну. Для брака нужен мужик другой. Хозяйственный. Мощный. Сильный. А не только любовничек-то. А здесь вот хороший любовник. Да. Он и. Массажик тебе там сделает. И поцелует тебя там. И все-все-все. И. Такой эмоциональный. Такой душевный. И жилетку его поплакать можно. Вот здесь я думаю что у вас есть. Такой мужчина. Ну. Кто-то из вас может быть хочет с таким пойти в брак. А кто-то не хочет. Здесь уже сложно сказать. Здесь уже надо смотреть. Да. А возможно вам судьба даст такого человека. И вы будете думать. Да. Пойти мне с ним в брак. Не пойти мне с ним в брак. Что мне для этого делать. А любви очень сильно хочется. Будьте. Я бы еще знаете что сказала. Если у вас нет вообще отношений. Вообще нет отношений. Будьте немножко легкой. Легкой. Вы все знаете. Всю тяжесть ответственности. Все несете на себе. Ну расслабьтесь немножко. Расслабьтесь. Ну дайте себе. Позвольте себе немножко отдохнуть. Развеяться. Я не знаю. Куда-то съездить. С подружками собраться. Да. На концерт сходить. Я не знаю. Там еще куда-то. Да. Получайте от жизни удовольствие. И вы можете встретить хорошего мужчину. Но этот мужчина. Ну не всегда. Не всегда. Да. Король чаши. Это только любовник. Исключение конечно есть. Но вдруг он станет другим. А вдруг он изменится. Благодаря вам. И такой мужчина станет. Он преобразится уже в другого короля. Да. В более серьезного. Как Пентакль например. И скажет. Ну я уже готов на тебе жениться. Ты не против. Ну давай пойдем в ЗАГС. Такое тоже может быть. Поэтому девочки. Вам нужно немножко. Если хотите любовь. Любовь хотите. Вам нужно немножко перезагрузиться. Груз ответственности. Себя сбросить. Вот то что вы прете всю жизнь на себе. Взять отпуск. Да. Или встретиться. И отдохнуть. Погулять. И не знаю. Там на дискотеку сходить. Там с девчонками. Понимаете. Или куда-то съездить. Да. У вас есть шанс встретить эту любовь. Есть шанс встретить эту любовь. Так что девочки. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Вы должны сами себе дать определение. Что вы хотите. Именно замуж. Или вы хотите просто любовника. Потому что здесь. Да. Здесь типы женщины двух идут. Это те. Которые хотят только любовника замуж. Вообще не хотят. А есть такие. Которые. Да. Хотят замуж. Но не получается. Потому что. Хорошего мужчины рядом нет. Это понятно. Но судьба даст. Даст. Все зависит от вас. Ой. Боже мой. Неужели я это сделала. Это сложный был расклад. Для меня. Сложный. Потому что. В каждой. В каждой. Так скажем. Позиции. По два варианта. И такая женщина. И такая женщина. И это надо все уловить. И все сказать. Но я надеюсь. Что вы меня поняли. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Спасибо. Что остаетесь со мной. Ужду ваших комментариев. И будьте самое главное. Счастливы. Пусть у вас будет хорошо. Пусть у вас. У каждой. Девушки. Женщины. Смотрящие этот расклад. Появится в ближайшее время. Любимый. Родной. Настоящий мужчина. С кем вы будете жить долго. И счастливо. Да. Я вам всем это желаю. Я вас всех люблю. Будьте счастливы. Продолжение следует.